Им на тебя наплевать, им на тебя насрать, им на тебя все равно. ВБ это просто пушка. Если вы готовитесь по-серьезки заходить на маркеты там с ООО и ИП, готовьтесь к жопе. Кстати, у нас суперкоманда, респект. Они вообще у нас супермолодцы. В этом выпуске расскажу, наверное, с какого маркета лучше все начинать. Хороший, качественный продукт. Почему мне не стремно и не стыдно? Говорят, что хороший, качественный продукт. Скажу, на какой маркет стоит заходить первым. Скотское отношение ВБ к селлерам. Ну, себя же интересно про деньги, да? Как продаем? Я пока не знаю плюсов, короче, ВБ. Какие бы мы маркетплейсы выбрали и куда бы пошли в первую очередь? Там накипело в минуса. Мы туда 30к всобачили. Честными отзывами о маркете. Сколько стоит, что куда, будет интересно. Больше геморроя с него, чем нежели выручки. Почему наши браслеты стоят средняя цена 2000? Самовыкупы. Хороший, качественный продукт, как... Как же? У меня два любимых дела. Это собирать браслетики и отправлять браслетики. Вот сейчас я иду, отнес заказик в Яндекс.Маркет. Вот, и все хорошо. Но кроме него у нас есть еще ВБ, который, собственно, цены, с которого идут больше геморроя с него, чем нежели выручки. Мало того, что мы туда 30к всобачили. Про эти 30 тысяч я буду говорить и повторять, пока мы их не отобьем. Вот. Так там еще и возвраты. Вот. Мало того, что приходится ездить на склад Чертанова и отвозить они в ближайший ПВЗ, так еще и потом возвратов больше всего с него. Я и пока не знаю плюсов, короче, ВБ. Если вы знаете, может, мне расскажете, если они вообще существуют. Плюс я недавно слышал, что там к офису Вайлберс в Москве, по-моему, собирался народ, из продавцы, селлеры, да, которым надоело, по-моему, там всякая шляпа в виде начислений, там штрафы, которые там некоторые миллионы какие-то приходят. Вот. И абсолютно скотское отношение ВБ к селлерам, наверное, к маленьким и большим. Можно сделать вывод, если народ в таком количестве туда ходит. Мало того, что они как бы возврат отправляют хер пойми куда. То есть не в тот ПВЗ, откуда ты отправлял, как это делает Яндекс, да, и Озон. Хер пойми куда, ты его потом ловишь. Ну, короче, это какой-то бред. В Вайлберсе я разочаровался, потому что когда мы заходили, нам говорили, ВБ это просто пушка. Может быть, он был пушкой лет пять назад. Войлберс Заметил одну очень отличительную особенность. Знаете, сегодня с утра относил в ближайший ПВЗ заказ на Яндекс Маркете. И, благо, это не Вайлберс, он находится сегодня на доноре. И вот только стоит, знаете, похаять, например, типа, блин, гребаный вот ВБ, блин, типа, недавно возвраты были вообще непонятно, типа, отказы какие-то, склад далеко, возишь туда, типа, надо за 3-9 земель вот это черта нового гоняешь. С заказов там, типа, раз-два и обчелся, 3-цаху денег отгрузили, блин, ничего толком оттуда не получили. Мне кажется, где-то, короче, сидят чуваки, которые мониторят негатив, который, там, селлер, да, продавец, извергает на какой-нибудь из маркета, вы такие, знаете, типа, о, так, вот этот чувак на ВБ гонят, так, давайте-ка ему заказ подкинем, и приходишь домой, уведомление, собственно, что заказ на браслетик, чувственность из аметиста, это натуральный аметист и разделители темные, с темными фианитами, инкрустированные. Вот, и, ну, действительно смешно, как только стоит по, вот, хайить что-то, какой-то маркет, сразу что-то приятное, да, там, а для селлера что приятное? Это заказ, собственно, и не возврат этого заказа, вот. Поэтому сейчас занимаюсь плетением и созданием контента, собственно, для тебя, да, почему я говорю для тебя, потому что мне стало интересно получать, интересно и приятно получать обратную связь от тех людей, которым просто интересно наблюдать за молодыми селлерами, начинающими, как мы, да, вопросы начали поступать от тех, кто хочет зайти на маркеты, поэтому я это чисто, от чистого сердца делюсь честными отзывами о маркетах, да, как мы там существуем, как продаем, никак не продаем, нет, мы, конечно, там немножко продаем, нельзя говорить, никак, но хотелось бы больше, вот. Поэтому этот выпуск, собственно, такой, буду рассказывать, показывать, сколько стоит, что куда, будет интересно, поехали. Пакетик. И каждому браслету, как я говорил, мы кладем дополнительный камешек и дополнительную нить, из которой, собственно, можно сделать двойную нить, из которых наши браслеты состоят, да. Вообще, как бы немножко про деньги, если поговорить, ну, себя же интересно про деньги, да. Я очень рад, что мы начали работать по системе ФБС, да, Fulfillment Buy Seller, потому что мы маленькие, только начинаем, нет опыта, как бы продукт сделан, да, но все равно улучшение продукта, само собой разумеющегося, постоянно его надо улучшать. И когда я смотрю видосы, когда, типа, толпа там народу, там, штурмует, этот, как его, офис, Вайлдберрис в Москве, потому что они начисляют какие-то там, вот, начиная от десятков тысяч рублей, заканчивая сотнями тысяч рублей, какие-то там штрафы за, там, размер упаковки, не тот перевес и так далее, когда люди открывают кабинет и смотрят, блядь, а у них там накипело в минуса, то это, скажем так, очень стрёмно. Поэтому, если вы готовитесь посерьёзки заходить на маркеты, там, с ООО и ИП, готовьтесь к жопе. Ну, то есть, честно, то есть, три маркета, да, вот мы выбрали, у каждого маркета есть своя жопа. Там, Вайлдберрис она своя, в ОЗОНе она своя, в Яндекс.Маркете она своя. Если вы рассматриваете, как, вот, например, в данный момент начали мы, это как хобби реализовать, ну, то есть, реализовать браслеты, это наше хобби, да, на маркетах, но чтобы это было чуть выше, чем хобби, но и не супер основной в деятельности, то пока у нас это получается. Мы не платим за хранение товара на складах, потому что мы его собираем здесь и отправляем, да, мы не переплачиваем за какие-то дополнительные штуки, когда у тебя там товар, за то, когда он не продается, они начисляют дополнительные какие-то штрафы, если он там лежит и не продается, тоже какие-то пения и так далее, у нас этого нет. Поэтому, если вы рассматриваете как хобби, чтобы вот вы чем-то занимаетесь, зайти попробовать поторговать норм. В этом выпуске я расскажу, наверное, с какого маркета лучше все начинать. Насчет качества, ценообразования и так далее, да, например, вот, из чего складывается ценообразование продукта? Ну, там, во-первых, типа, себес, да, то есть себестоимость. Себестоимость – это что? Это закупка материалов, это рабочие руки, это, там, потраченная, там, какая-то логистика, привезти, отвезти материал, собрать, сплести. Я в данный момент говорю о браслетах, да? Вот, то есть наше ценообразование из чего? То есть себестоимость плюс затраты на маркетплейсы. Это, там, логистика, комиссия за тот, ну, наименование того товара, который у вас есть, там, типа, ковры, там, с одной процентной, с одним процентом, как, ну, там, не знаю, какие-то большие штуки огромные с другим, браслет и, собственно, с третьим, да, то есть вот. Потом эквайринг, то есть там где-то 9-15 пунктов вообще входит вот оплата, вот это все, да? Ну, и, собственно, чтобы заработать, да, как бы, типа, и третья, как бы, наценка сверху, это, как бы, ну, за твое время, труд потраченный и так далее, да? Вот про, значит, ценообразование и про качество, да? То есть мы, когда заходили с этим продуктом, с браслетами из натуральных камней, Hello, it's me, да, бренд наш, мы заходили туда не перепокупать на Алиэкспрессе и продавать на маркетплейсах, не перепокупать со садовода, ничего не имею против садоводов, против тех, которые занимаются перепродажей, это нормально абсолютно, поэтому никаких претензий у меня нету. У нас было хобби с супругой, она сейчас как раз снимает, а у нас было хобби с супругой, да, просто такое хобби для души, браслеты плести, камни, нам нравилось. Мы до того, как зайти на маркет, уже придумали этот продукт, мы этот придумали продукт не для того, чтобы с ним зайти на маркет, а мы его до того придумали, занимались и потом, типа, давай на маркетплейсах, давай. И у нас, как бы, хороший, качественный продукт, почему мне не стремно и не стыдно, говорится, потому что он уже хороший, качественный продукт, да, например, ну, то есть, хороший, качественный продукт, как бы, так не делает. Хороший, качественный продукт делает вот так. Вот наш продукт, вот, вот наш продукт. Двойная нить из хорошего ультрапрочного материала плохой продукт. Двойную нить давайте сделаем. Почему наши браслеты стоят средняя цена 2000-1802, почему браслеты, у которых средняя цена стоит гораздо дешевле, вы поняли. То есть про качество мы больше не будем с вами разговаривать. Дальше о том скажу, на какой маркет стоит заходить первым. Куда бы мы зашли в начале, если бы отмотать время назад, да, и какие бы мы маркетплейсы выбрали и куда бы пошли в первую очередь. Тут наверное можно вопрос поставить следующим образом. Как 30 тысяч рублей потратить более эффективно? Да? Я вам сейчас скажу. Ну, во-первых, во-первых, это точно был бы не Вайлберис, потому что мы отдали 30-ку, получили ничего, возвраты, склад, как его, место ПВЗ, склад в Чертаново. Да? Больше всего возвратов на ВБ, отказов, не выкупов и так далее, да. И получается, что логистика плюс логистика, это нужна маршрутка, метро, метро, маршрутка, да. Как бы если одно дело просто спустился, ПВЗ отдал, а маршрутка, метро, метро, маршрутка, это тоже деньги, да. 30 тысяч рублей можно было, во-первых, мы бы зашли стопудово на Озон, мы бы улучшили бы контент, мы бы сделали контент еще более качественно, там, видеоролики бы заказали и так далее. Мы бы сделали лучше контент для Яндекс.Маркета, потому что для Яндекс.Маркета у нас получился такой момент, у них там особенность есть у карточек товара. У карточек товара в Яндексе первая карта должна быть там на белом фоне чисто браслета. А так как мы сразу на 3 заходили, у нас акцент был на Wildberries, поэтому у нас там фон какой-то, да, там, типа, всякие там наши фотосессии такая, и Яндекс.Маркет некоторые карточки нам зарубал. Вот, собственно, мы бы эти деньги потратили в улучшение контента, мы бы зашли на Озон и на Яндекс.Маркет, мы бы вложили деньги в продвижение в Яндекс.Маркет. Есть такая штука крутая, если человек приходит, ты запускаешь рекламу, и он приходит с твоей рекламы, да, например, контекстную, то ты платишь всего рубль, ты не платишь комиссию и так далее. Вот, в Озоне есть штука такая, премиум, да, мы ее купили только недавно, она стоит как бы 900 рублей, мы думали покупать, нет. Она открывается после того, как, собственно, у тебя там появилось два отзыва на Озоне, и предоставляется вот эта возможность премиум. Что такое премиум? Возле карточки продавцов и магазина продавца появляется такая плашечка премиум, она открывает дополнительную статистику, она влияет на, собственно, как бы это сказать, типа, есть возможность созвониться с Озоном напрямую с менеджером. Когда премиума нет, то как бы только переписка. Но с Валбрис вообще не достучаться, не дозвониться, не добежаться. Вот, как бы в Озоне в премиуме за 900 рублей два отзыва, пожалуйста, получите, распишитесь. В ВБ ничего такого нету, ты не дозвонишься, не достучишься, не добежишься, и вон, как, да, штурмовали недавно офис ВБ, а селеры недовольные, да, вот, за этих косяки. Им на тебя наплевать, им на тебя насрать, им на тебя все равно. Они отвечают, поддержка отвечает спустя полтора месяца на то, что хочет отвечать, на то, что не хочет, не отвечает. Поэтому 30 тысяч рублей у нас были в пустоту просто так зря. Реклама для Озон могла бы быть на эти деньги, лучший контент, и еще самое главное, про что я говорил, самовыкупы. Что такое самовыкупа? Так как перед тем, как зайти на маркеты, я еще отучился о продвижении по маркетплейсам, чтобы как бы не у инфо-цыган за 150 тысяч рублей покупать непонятные курсы, да, где приходи на мои курсы и завтра ты начнешь зарабатывать 100 тысяч рублей на маркетплейсах, такое невозможно, этого не существует. Нет, может существует, один на миллион, ладно, не буду, нет, ничего невозможно, может быть. Но я просто прошел государственные курсы, продажи там на маркетплейсе, где по каждому маркетплейсу проходил уроки, были вебинары и так далее. К чему я это говорю? Даже там, на этих курсах говорят, ребята, сейчас без самовыкупов толкнуть магазин просто так, если у вас там еще нет бабла на продвижение, это невозможно, это не 5 лет назад. Что такое самовыкуп? Самовыкуп это, вот у нас есть коллеги в команде, менеджеры, да, с кем мы, кстати, у нас суперкоманда, респект, они вообще у нас супермолодцы, вот есть команда. Мы переводим деньги, кто-то из команды делает выкуп, как настоящий клиент, протаскивается ссылка через там поиск Яндекса и так далее до покупки, до там корзины до покупки, да, товар забирается и человек пишет отзыв, отзыв, фото, видео, да. Почему? Это честный метод продвижения, его даже нельзя назвать серым. Почему так делается? Для того, чтобы рейтинг у карточки вырос, для того, чтобы у карточки появилось там вот эти 5 баллов, да, для того, чтобы у карточки SEO карточки выше поднять ее и чтобы она ранжировалась. Потому что хоть вы охренеть, какой крутой дизайн закажете, ваша карточка будет на дне, если у нее плохое описание, плохой контент и самое главное нет отзывов. Потому что мы в каждый браслетик, в каждый кладем карточку такую, спасибо за отзыв, мы сплели для вас браслет, нам действительно приятно ввести браслеты. Но, чтобы вы понимали, из 20 последних, да, кому мы отправляли, 1, 1 девушка написала отзыв. Это никого не обязывает эта карточка, это абсолютно нормально, личное дело каждого. Но, чтобы вы понимали, как мега трудно добывать отзывы с клиентов, поэтому существует самовыкупа. Поэтому вот в эти 30 тысяч рублей мы бы сразу просто вышли бы на Озон и вышли бы на Яндекс.Маркет и сделали бы самовыкупа. И тогда у нас рейтинг был бы, ну, был бы выше и мы бы быстрее просто как бы продвинулись. Вот, пока рассказываю, как у нас все происходит. И, собственно, подумайте, прежде чем выходить на все три маркетплейса, подумайте, стоит ли 30 кусков отдавать в ВБ. А на этом выпуск сегодня все. Не забудь поставить лайк, ну, и треснуть в колокол. Ну, и действительно приятно получать обратную связь. Потому что контент пилю, время на это трачу, показываю все как есть. С вами были типы и схема. Что, едем на закупку, так как предновогодняя суета уже немножечко началась. Нам нужно закупить там коробочки, нужно закупить еще камни. Поэтому мы заслали как два начинающих селлера маршруточка и, собственно, поехали на закупочку. Маршруточка нас довезла не так быстро, как бы хотелось. Мы провели маршруточки полтора часика. Вот. И, собственно, сейчас мы едем на станцию, на которой находятся наши артовики. Знаете, может быть, я бы и не гнал бы так на ВБ, как это делаю, да, в плане там склада их этого и так далее. Ну, просто когда ты относишь один, тебя потом возвращают два, блядь. И, типа, ну, в Яндексе, когда возвращали, например, там хотя бы причина, да, например, там большой браслет оказался, да, там у девушки. Все, вопросов нет, его вернули, нам на ПВЗ привезли, блядь. А когда у тебя непонятно, ну, там, возвраты начинают становиться равными продажам, блядь, еще они отправляют его хер знает куда, да, как бы, типа, то, ну, я не знаю, ну, как бы, чему тут радоваться нужно. Помните вот этот лайфхак про дырку в заборе, где я пробираюсь, вот, короче, вот, 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 вот. А потом ты такой радостный идешь, типа, отдал, все, ништячок, собрал, а потом у тебя по непонятной причине, простите за, ой, блядь, простите за мои французские хуярят возвраты непонятные. Почему? Вот, там, ну, типа, то ли просто отказы, то ли по какой-то причине, и ВБ это отправляет куда-то на какой-то, ладно бы, в этот склад, короче, да, на Чертановской. Он отправляет это хуй знает куда, и все, ну, типа, и вот весь разговор, да, получается, и когда меня спрашивают люди, которые хотят там заходить на маркеты, да, типа, стоит, не стоит, куда, ну, я не знаю, как бы, даже, что ответить, вам решать в любом случае, но я вот показываю все вот эти процессы, которые у нас происходят с маркетами. Все, теперь точно на этом, на этом предновогодний выпуск все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok